в армении когда у нас ну собственно говоря почти ни на что там денег не хватало и армении сильно помогала ну то есть она по сути дела финансировала базу за нас нашу то есть частично наши военнослужащие получали деньги за армянского бюджета который и так армении единственная страна я горжусь что я приложил к этому руку будучи главой отдела армении мид вот сейчас особенно вдумайтесь на спеца для спецоперации важно на мы призывали в наши войска в наши российские войска на территории армении граждан армении и они приносили присягу и россии и армении вы представляете это вот сейчас вот иду слово давайте мы там значит разрешим там наши войска там призывать мы это тогда все сделали в конце 90 понимаете мне было приятно черт подери когда инспектировал границу между армении турции ну встречаю там армянских пастухов чабанов да они как он наши ребята пошли это они наших пограничников так называют русских там даже знаете был ужасный случай между нами говорят девочками ну разные люди один товарищ нашей базы русский солдат нажрался чем непонятно чего зашел в армянский дом и застрелял из автомата всю семью было несколько лет тому назад армяне живой щит организовали чтобы его не растерзали его выдали на понимаете и тем не менее я ни разу не слышал там ни от кого после этого шутя вот раз они себя так ведут как мы их это самое пошли они к черту и прочь и когда сейчас армении повернулся агрессии в двадцатом году со стороны турции чего там говорить ничего бы азербайджан один не сделал без израиля и турции но все понимают вот то что наши парни сейчас видят на украине вот эти все беспилотники это все тогда было в двадцатом году и тогда надо было выводы из этого дела но нам было не очень интересно двадцатом до армению сдали один раз когда сейчас началась турки с азербайджан смещу уже напали не на карабах она саму армению они обратились к нам официально армяне что мы с вами связано договором причем даже двумя договора на взаимной помощи вам сказал 97 год двусторонний они еще члены о дкб это многостороннее соглашение организации договора коллективный безопасность они по этому договору попросили помощь мы оказали нет причем речь лоня военной помощи там не знаю не о посылке войск там еще а просто хотя бы чтобы мы ну как бы дирдоган же друг у нас правда строить завод по производству байрактаров беспилотников на украине ну дружище просто уж там говорить с ним чего нельзя было поговорить с алиевом нельзя было поговорить когда миллионы людей здесь работают и получают и переводят миллиарды долларов сейчас в азербайджан ну а то своя идея почему нельзя было поговорить по этому поводу нет нам союзники получать то есть казахский режим мы спасли январе 20 в январе 22 который над нами издевается теперь нас соблюдает американские санкции на пост министра информации назначен откровенный русофоб просто до который год 9 мая чё те русские отмечать да водку пьют просто понимаете вот бы вот этого спасли который глумится опять-таки вот возвращаясь теме над памятью те кто не пришел тогда что ли армения которая все время нас поддерживал по всех голосования где наша база где они хотят в нато вступать вот они как вот понимаете даже я сейчас речь не до премьер-министра армении я народе веду речь они как нам должны относиться если у нас с ними договора взаимной помощи мы его закрываем и а мы гим да ладно ребята сейчас не до вас там извините простить стыдно что тут можно сказать просто стыдно кстати возвращаясь к великой отечественной войне я читал немецкие документы немцы же планировали оккупировать кавказ тоже да они засчитали так это документ что азербайджанцев нет вообще такого народа не существует с точки зрения немцев они называли кавказский татар но вообще нету их армян надо истребить говоря немца территории отдать турции знаете почему писал розенберг министр по оккупированным территория то что армяне самая пророссийская нация из всех на территории российской империи бывший поэтому их надо просто истребить от территории отдать турции вот так понимаете вот что сказать история кавказа она конечно очень древние длительно я могу на этот счет сильно распространяться могу сказать только одно конечно в нагорном карабахе к моменту но возникновения там советского союза и вообще жили армяне конечно большинстве и нагорно-карабахской автономной области хотя она входила до состав азербайджанской ссср при советской власти но она поэтому назывался нагорно-карабахской автономную область то что более 90 процентов населения этой области составляли армей но если там жили азербайджанцы ну сами понимаете чего было устраивать там какую-то автономную область автономную область устраивали в советское время в какой-то союзной республики где не жила основной населенная каркал пакской автономная там область составе там узбекистана ну и так далее вот кстати почему она оказалась после ну какая советизации кавказа в составе азербайджана просто это было решение сталина и большевиков исходивший из того что азербайджан быстро принял советскую власть в апреле 20 армения управляемой дошнаками а дошнаки это национал социалистической партии вашим так вот если перевести до таких махровые националисты они не хотели принимать советскую власть ввязались по просьбе американцев войну против турции турциям накостыляла американцы не помогли хотя обещали это я кстати вот нынешнему армянскому руководству хочу сказать раз уж мы тему затронула смотрите вы слышали что я сказал о нашей позиции я считаю что она абсолютно не соответствует подписанным с армении документами но уважаем армянские друзья причем ну без разницы там за пашиняна против не суть но ваша уже сколько раз обманывали там да сейчас американскую от ребята бросьте в этих русских там они вот козлы они свои обязательства не упал давай к нам но они же вам в двадцатом году независимо армению год ребята объявляйте войну турции вот вам президент вильсон карту нарисовал будущее армении от моря до моря от средиземного до черного вперед случае чего мы вам поможем ну что на армянская армия перешла в наступление была разгромлена турки начали вторую волну геноцида уже подходили к еревану и тут-то независимо армении не дождавшись ничего из вашингтона попросила войти красную армию одни старыми вошла на территорию оставшиеся армении скажем так отбила у турок гюмри ленина кант позднее причем ленин писал туркам телеграмму прекратить наступление вот ленина дураком там то тоже считает да то есть если в красной армии тогда в армению в конце 20 не вошла но нам бы сейчас не о чем просто было говорить понимаете никакой в армении вообще бы не был так что вот так поэтому когда вас сейчас уважаем армянские братья пичкают вот этими делаем будьте осторожны это не значит что мы себя ведем там самым достойным образом я об этом сказал но эти вас просто продадут но потому что им вообще как бы все равно понимаете они всегда рассматривали армению как какую-то далекую страну как какую-то пешку который можно пожертвовать шахматной партии ну например ради турции или ради щеков будьте бдительность это моя рекомендация основанная на вашей недавней истории так что вот так